В Якутии по Сергиляхскому шоссе вырубают лес на участке, где раньше было много деревьев. Каждый год появляются новые строения. В этот раз жители участка недосчитались более 150 деревьев. Для чего вырубают лес, пытался выяснить Владимир Суставов. Вот что с лесом творят. Все распилили. Единственный лес. Галина Ивановна живет в ветеранском доме на Сергиляхском шоссе более 10 лет. Вид из ее окна выходит на густую сосновую рощу. Вот уже несколько лет небольшой зеленый участок беспощадно подвергается вырубке. Вместе с ветеранами боевых действий в Афганистане и Чечне она встала на защиту городного леса. Когда мы сюда переехали, очень радовались. Кругом зелень, воздух. И вот этих построек всех не было. А потом стали нещадно строиться. Уничтожать деревья. Когда-то в свое время мы просили просто поставить столбы, чтобы освещалась вот эта тропинка, потому что темно очень детям ходить невозможно. Все ходят с фонариками. Нам в этом отказали, естественно. Вот видите, вот такой кустик с орбития сами, да? Вы сколько заплатите штрафа? А здесь сотни. Вот сейчас сделки бегают, да? Это последний дом. Более 150 стволов сосны лежат поваленными и порубленными на части. Сосновая роща на Сергиляхском шоссе – один из немногих зеленых уголков в черте столицы. Раньше вся территория леса принадлежала санаторию Чапдик. Со временем здесь стали появляться частные дома, а лес все чаще стали вырубать. У хвойных деревьев, как известно, наиболее высокая производительность кислорода. Зеленые насаждения на площади одного гектара за час поглощают столько углекислого газа, сколько за это время выдыхают 200 человек. По условиям документов, предоставленных жильцам, здесь запрещено было вырубать молодняк. Однако, как мы видим, уничтожения подверглись даже поросли. Как оказалось, разрешение на вырубку дала окружная администрация с целью строительства нового проезда. По условиям договора, здесь планировалось срубить более 27 кубов леса, это около 180 деревьев. Жители бьют тревогу, роща на грани исчезновения. Было выдано на основании проекта планировки и межевания 112-го квартала. Проект планировки и межевания был утвержден еще в мае 2016-го года. Вот если зрительно посмотреть, вот эта дорога, которая была предусмотрена, этот проезд, который был предусмотрен проектом планировки. Дальнейшие вырубки леса на территории Сергиляхского шоссе пока не планируется. Однако жители и ветераны боевых действий намерены продолжить свою борьбу по сохранению леса и не дадут властям беспощадно уничтожать сосновую рощу. Владимир Судолов, Максим Бурцев, Вести, Якутск.